так друзья час дня традиционный мы снова вместе скажите слышно ли меня напишите плюсик слышно не слышно минусик плюсики все плюсики вижу отлично добрый день всем кто смотрит москвы разных городов сегодня мы обсуждаем тему банкротства немножко сначала расскажу тех нас первый раз меня зовут бабушка максим компания фитнес-эксперт занимаемся разными отраслевыми мероприятиями конференции опускали раньше проводили конференции опускали журналы сейчас дальше пока не очень понятно как дальше будет развивать событие но совершенно точно мы понимаем что сейчас мы стараемся собирать информацию опубликовать и рассказывать о том что происходит в отрасли и в мире и в россии ищем эксперты которые нам могут помочь рассказать что же происходит для того чтобы спланировать каким-то образом дальнейшее развитие бизнеса и отрасли целом немножко предыстории сегодня на самом деле нас юбилейный день десятый день когда закрыли со дня закрытия фитнес-клубов москве может сказать этого в россии у нас в отрасли все началось уже две недели назад мы когда поняли что в принципе все пакет керосином до решили проводить некоторое количество вебинаров пока еще думали что это не будет информационные для того чтобы рассказывать то что происходит в мире но буквально через два дня субботу до фитнес-клубов москвы были закрыты и было стало понятно что нужно уже собираться рассказывать обсуждать совершенно другие вещи чем мы собирались и рассказывали скажем месяц назад год назад мы планировали продажи и прочее про сейчас нас волнуют совершенно другие проблемы собираемся мы ежедневно в час дня на таких вебинарах раз обсуждаем разные разные темы обычно в понедельник мы проводим обновляем информацию юридическо-правовую что происходит что делается сразу же еще там неделю назад были включены все возможности всех людей которые были участны которые имели возможность для того чтобы донести информацию о состоянии отрасли до государством хотя конечно странно да что грубо говоря закрывая фитнес-клубы было непонятно потому что это повлечет довольно таки большие проблемы у всей отрасли и сейчас конечно уже проблемы при закрытии пера москвы и ресторанов проблемы не только у нас но и у всех посмотрим чем закончится все эти инициативы понимаем что это все не на один день поэтому очень раз призываю фитнес-клубы уже других городов не сосредотачиваться на каким образом обойти закон о запрытии деятельности фитнес-клубов а подумать о том как мы в первую очередь сможем остановить свой бизнес переформатировать если кто-то считает возможным формат онлайн для того чтобы поддержать взаимодействие со своими клиентами на этот период непонятно пока на какой и приготовиться к довольно таки неоднозначно длинному сроку может продлиться неделю может быть две наши прогнозы что это продлится 12 месяца но ориентироваться скорее всего стоит на 3 записи вебинаров мы не высылаем я чуть позже вышлю здесь публикую напишу ссылку по которой мы выкладываем на странице записи всех вебинаров на следующий день после того как вебинар проходит также вопросы там комментарии информация от юристов все там расположен мы это я эту ссылку нам чуть позже и все там выкладывается автоматически для вас сегодня мы обсуждаем проблем банкротства не потому что как бы считаем что все так плохо мы считаем что лучше всего быть чуть и на шаг впереди как действительно если мы знали о том что в фитнескопы закроют хотя бы за какой-то период знали бы какие механизмы включились бы да то мы конечно лучше подготовились сейчас вместе со всеми возможными методами поддержки индустрии которые можно включить на уровне государства если они заработают будет прекрасно это нам поможет тем не менее конечно стоит обезопасить свой бизнес а в первую очередь данной ситуации и владельцев и непосредственно директоров от негативного развития событий потому что понимаем что банкротство это крайне мера но которые нам кажется может в том числе и спасти и соответственно и бизнес если правильно все сделать обидно дальше можно будет как-то снова открыть и обезопасить главное владельцы до которые через какое-то время будут открываться главные риски которые мы сегодня видим это даже не то что фитнес клубы закрыли не то что пока не очень понятно сколько это все продлится главные риски мы видим в том что мы не знаем как каким образом в первую очередь наш клиент выйдет из карантина то есть понятное дело что одно дело закрыть фитнес клуб на неделю и все радостно выйдут и снова побегут на фитнес клубы через середина апреля другое дело что есть люди будут находиться и тратиться и менять свои привычки том числе и расходные да на что тратить свои деньги следует три месяца мы сейчас не можем предсказать какой клиент выйдет через несколько месяцев а главное что клиенту в этот момент это можно предлагать каким грубо говоря фитнес-продуктам что какие каким фитнес будет дать через это время это достаточно сложно но к этому надо готовиться об этом нужно думать прямо сейчас ну об этом мы начнем говорить буквально там через несколько дней когда вот первая волна остановок фитнес клубов по всей россии пройдет понимаем что и бизнес занят сейчас в первую очередь на этим так сказать главником да это самое главное как можно комфортнее и с минимальными потерями войти этот период минимизировать расходы разобраться с персоналом грамотно до чтобы все так условно остались довольны до от этого все процедуры и максимально комфортно все ушли на этот период карантина и дальше мы будем уже думать о том как мы видим как мы прогнозируем строить планы на то что будет с фитнесом через несколько месяцев но сейчас возвращать данной теме до банкротства хочу сейчас пригласить экспертов секундочку главное хочу добавить до что мы говорим никого не призываем никого не отговариваем и просто хотим из-за того что к нам приходит все больше и больше информации от клубов что они рассматривают эту историю затем ставить информации потому что это не просто так пойти и закрыть компании да есть много подводных камней в том числе и по процедуре и что может делать что нельзя чем это может грозить и владельцам и директору об этом лучше всего знать заранее так сейчас секундочку подключен так ну вот пока у нас появляется эксперты пасов артем давайте расскажешь все тут все знаешь кратко расскажи немножко я профессиональный вид занимаюсь разными сферами в разных сферах права в том числе в спортивном праве работой из спортсменов профессионально уже в области спорта высшего достижения а так как на протяжении достаточно большого количества времени работал в области недвижимости и в области банкротства и скажем так сферы слияния поглощений большой достаточно многолетний практический опыт в сфере банкротств как со стороны должника так столько страны кредиторов так как банкротства достаточно универсальный способ для того чтобы либо решить много много разных задач либо уйти от каких-то неправомерных притязаний либо наоборот привлечь допустим кого-то не родила должника как ответственности умеющие если инструментом пользоваться то он не так страшно как кажется на первый взгляд о том что кто-то стал банкротом и кто-то подал на банкротство или кого-то уронили процедуру банкротства сам велику так страшно главное вовремя заранее продумать некие шаги для того чтобы быть готовым к разным вариантом развиться спасибо андрей прошу тебя представиться тогда пока у нас еще один эксперт выходит всем привет меня зовут андрей сиран я являюсь руководителем клуб атмосфера фитнес но до того как я этот клуб атмосфера это вот получилось пол трех лет назад до этого я 17 лет занимался юридической практикой в сфере как раз банкротства и она это было моё основное направление ну кроме того я занимался корпоративным правом оспариванием сделок вопросами собственности то банкротство было основным моей специализации вот кроме того в 2009 году я стал сам арбитражным управляющим и 8 лет им был вот поучаствовал в больше чем трех ста процедур банкротства с разных сторон как помощник арбитражного управляющего как руководитель компании сопровождающие большую процедуру банкротства как представитель должника кредиторов как арбитражный управляющий со всех сторон в принципе я эту сферу прошел вот предприятия были разные вот не знаю там золото добывающих артелей в бурятии до авиакомпании в краснодарском крае или там лесозаводов в архангельске то есть большая география и разные сферы единственное что не было у меня ни разу банкротства фитнес клубов слава богу не знаю хорошо это или плохо почему-то и кстати говоря я сейчас думал об этом ни разу даже ну я потом много заобщались там разные там вопросы обращаются люди ни разу не было то ли они вообще не банкротятся в россии ну до этого по крайней мере не банкротились то ли ну просто не попадалось вот а сейчас я как бы на другой стороне баррикад если ты сейчас занимаюсь реальным бизнесом и реальный фитнес бизнесом и здесь наверное могут полезен именно с позиции такой взгляды со всех сторон на эту проблему вот ну как со стороны бизнеса так со стороны аккредиторов должника судебных органов правоохранительных органов потому что всеми с этими сталкивался андрей спасибо и тогда андрей седоренко тогда ты пожалуйста представься и начинай нам общие проблемы всем добрый день меня зовут андрей седоренко я юрист у меня стаж работы больше 20 лет в основном это банкротство слияние поглощения тоже не сталкивался как и предыдущие выступающие с банкротством фитнес-компаний но никаких там особенностей нету это не градообразующих предприятий это не банкротство застройщиков поэтому действует общая норма закона о банкротстве сразу хочу сказать вот я видел вопрос по поводу многих наверно сейчас интересуют проблемы с арендодателями до которые не хотят предоставлять срочку по арендной плате первое что нужно сделать это нужно пойти и взять справку о форс-мажоре отделение торгово-промышленной палаты россии на местах территориальные дали как про любых субъектах либо крупных городах дальше посмотреть свой договор аренды как там сформулирован форс-мажор обычно он формулируется так же как это написано в гражданском кодексе бывают случаи когда например стороны исключают какие-то моменты из под действие форс-мажора там другой вопрос насколько это законно и какая судебная практика но тем не менее возможно что у вас в договоре написано например что действия органов власти не являются форс-мажором это конечно же это не так соответственно изучить региональные нормативные акты которые касаются введения запрета на осуществление деятельности у нас запрет на осуществление деятельности по фитнес-клубам виороспотребнадзор ну и соответственно вероятные ультерриториальные органы на местах возможно в каждом регионе приняты отдельные нормативные акты на уровне правительства губернатор и так далее и соответственно конечно же уведомить арендатора чтобы он предоставил отсрочку если у вас есть какой-то депозит или обеспечительный платеж что предложит арендатору за честь его в счет арендной платы с последующим погашением последующим его вернее восполнением да после того как ситуация нормализуется вот эти действия нужно совершить в первую очередь для того чтобы потом в суде можно было предъявить это все в качестве добросовестного и разумного поведения в данной ситуации что касается банкротства банкротства как известно это такой бою за острый нож до который не надо доставать если уж доставку без крови вкладывать уже нельзя и соответственно он помогает решить проблемы как защиты бизнеса так и соответственно если кто-то хочет расшириться например это возможность неплохая для приобретения какого-то актива сети или отдельного клуба значит если вы в своей деятельности являетесь участниками да и рулиц которые занимаются деятельностью генеральным директором управляющим или тем и другим если вы соответственно ведя свою деятельность не совершали каких-то действий которые может на за которые вас можно привлечь к судьярной ответственности то есть выводили активы не продавали по заниженной стоимости там или по рыночной но своим родственникам не выводили деньги и так далее то вам в принципе опасаться нечего единственное что если вы понимаете что ваша что вы не можете исполнять обязанности перед своими клиентами и соответственно продолжать дальнейшую деятельность то в силу прямого указания закона банкротства это обязанность генерального директора обратиться в суд с заявлением о так называемой самоликвидации когда само юридическое лицо заявляет о том что оно хочет чтобы в отношении него ввели процедуру банкротства это нужно сделать обязательно потому что не подача такого заявления это самостоятельное основание для привлечения директора в первую очередь ну и учредителя тоже к субсидиарной ответственности по долгам предприятия для того чтобы вы были чтобы вас обезопасить от дальнейшем от этого привлечения вот это нужно делать обязательно второй аспект очень важный при банкротстве это как раз вот риски привлечения к субсидиарной ответственности по долгам то нужно как-то сейчас озаботиться по поводу личного имущества если у вас собственности находится одно живое помещение и больше у вас имущества нету то вам в принципе беспокоиться не о чем но если у вас например две квартиры три квартиры там несколько объектов недвижимости несколько транспортных средств или еще какие-то активы доли там в компаниях и так далее то вам конечно нужно каким-то образом проработать вопрос с защитой этих личных активов схемы могут быть разные но я остановлюсь на том что категорически нельзя делать в первую очередь нельзя эти активы дарить или даже продавать близким родственникам или другим людям которые с вами аффилированы потому что эти сделки в банкротстве будут оспорены в вашем уже личном которое может начаться по субсидиарной ответственности и соответственно это имущество будет возвращено и реализовано что касается стратегии самого банкротства банкротство если его его можно прекратить причем на любой стадии стадий банкротства сейчас несколько правда ходят законопроекты о том чтобы исключить такие стадии как финансовое оздоровление и внешнее управление пока эти законопроекты не подписаны мы будем рассматривать что эти процедуры они действуют соответственно первая процедура это наблюдение в наблюдении руководство юридического лица оно осуществляет свою деятельность с некими ограничениями то есть оно не может совершать там ряд сделок и так далее без согласия временного управляющего а временный управляющий соответственно изучает документацию которую он представляет и делает отчет о том может быть поправлено финансовое положение этой компании или нет в нашем случае скорее всего наверное это будет если временный управляющий приходит к такому мнению соответственно он ставит вопрос перед кредиторами которые в это время могут включаться в реестр в первую очередь у вас это будут наверное физические лица ваши клиенты перед которыми вы сможете исполнять обязанности о том что нужно переходить к конкурсному производству конкурсное производство упрощенно представляет из себя такую процедуру когда конкурсный управляющий должен собрать все активы все имущества все требования в одну корзинку это все продать и за счет вырученных средств расплатиться с кредиторами ну и соответственно после этого компания ликвидируется две другие процедуры финансовое оздоровление и внешнее управление они применяются достаточно редко особенно финансовое оздоровление я на нем тогда останавливаться не буду а вот внешнее управление оно позволяет выйти из создавшейся ситуации при соблюдении плана внешнего управления то есть управляющий с подачи учредителя может быть компании может составить план внешнего управления который не может быть рассчитан больше чем на 18 месяцев ну или на 24 там в общей сложности соответственно и расписать за счет чего и как может быть поправлен восстановлена платежеспособность должника соответственно дальше этот план исполняется если он не исполняется то соответственно возвращается обратно и скорее всего приводит к конкурсу ну вот в целом может быть еще коллеги меня поправят по поводу есть другие способы в рамках банкротства это ну связанные с реализацией имущества в зависимости от тех целей которые ставят перед собой скажем инициаторы банкротства да и его участники вот может коллеги там дополняют на выступление ну вот Максим можно я пару слов буквально может быть тогда тебе лучше как-то спортировать попробовать вот нашу эту дискуссию предложить какие-то отправные точки для обсуждения вообще нужно ли банкротство какова сейчас ситуация потому что я вот даже по вопросам вижу о том что действительно есть вопросы связанные там с мораторием на банкротство это действительно вот совершенно верно ты вот ответил о том что это мораторий на подачу на начало банкротную структуру по заявлению кредиторов да это ни коим образом не отменяет возможности подавать на на самом банкротство то о чем говорил Андрей в целях защиты уже интересов личных генеральных директора или учредителей бизнеса кроме того может быть действительно тут мы послушаем больше вопроса от аудитории какого рода задачи сейчас видят перед собой и уже тогда мы можем в детстве понять может ли для решения задачи быть используем такой многогранный большой мощности а если может быть то Ну, по каким направлениям его можно использовать. Так, Андрей Сиран, давай я тебя попрошу от лица индустрии такие мысли по этому повредить. Я сейчас хочу, на самом деле, не от лица индустрии, а от лица все-таки практики арбитражного управления. Просто немножко сказать, дополнить точнее. Ну, во-первых, тоже, чтобы у всех было понимание, особенно у тех, кто с банкротством не сталкивался никогда в своей жизни и просто слышал про этот инструмент. И сейчас это слово во всех новостях начало всплывать. И многие могут подумать, что это какие-то неправильные иллюзии по поводу этого механизма, скажем так, иметь. Ну, давайте так скажу. Во-первых, банкротство в России – это не восстановительная процедура, не антикризисная санация. То есть у меня за почти 20 лет практики в этой сфере и куча-куча все, что было перед глазами, ни разу не было ситуации, когда бы с помощью банкротства предприятие восстановилось. То есть, поэтому здесь не надо питать вообще никаких иллюзий, что для вас это, может быть, механизм, когда вы на какой-то период тактически или стратегически уходите в банкротство, потом со всеми договариваетесь и выходите из него, снижая всякие штрафы и так далее, получая какую-то паузу и так далее. То есть всегда один и тот же. Всегда ситуация заканчивается ликвидацией предприятия, распродажей имущества, как правило, по достаточно низким ценам и так далее. Поэтому вы для себя должны просто принять такую установку, что в банкротство вам самим, если вас жизнь подтолкнет к этому, в силу того, что кредиторы подадут заявление о банкротстве, в силу того, что вы сами вынуждены будете его подать или целенаправленно пойдете, то это, в принципе, начало-конца юридического лица, по крайней мере, точно. Это с одной стороны. С другой стороны, понятно, что, как коллеги ранее сказали, банкротство часто используется как механизм такого там, ну, как классическая есть поговорка про банкротство, что банкротство – это когда вы берете кошелек и перекладываете из кармана пиджака в карман брюк, а пиджака даете кредиторам. То есть, ну, вроде бы, практика того, когда, ну, можно что-то сделать с активом, остаться в его владении и так далее, она годами нарабатывалась, она, несомненно, есть, вот, но здесь сразу могу сказать, что это нужно делать. То есть, если у вас такой план в голове сейчас созрел, что вы, ну, как-то хотите, ну, как-то что-то поделать с активами, как-то их защитить, грубо говоря, и, ну, остаться их контролировать, при этом списать долги с помощью процедуры банкротства, этот путь, он, в принципе, существует, но он требует очень квалифицированной юридической поддержки, стратегии какой-то, ну, и, по большому счету, он требует энного количества времени на подготовку, которого сейчас уже, скорее всего, не будет, потому что, ну, там, мораторий, он не только на подачу на время банкротства, но и на, в том числе, там, на замораживание сделок с имуществом направленной, я об этом тоже там коротко скажу. Вот, поэтому, скорее всего, здесь как-то стратегически выстроить эту линию, ну, сложно сейчас будет, но в любом случае, если вы планируете таким образом действовать, я рекомендую вам делать это только под контролем юристов, не думайте это делать сами. Вот. Как бы, ну, в моей практике я много раз, много общался с должниками, там, от стадии, когда, ну, они только планировали, что, ну, только проблемы начинались, до стадии, ну, ликвидации, когда предприятие встречалось из реестра, и, ну, эти люди, там, растворялись где-то, там, в небытие, вот. Обычно происходит такая трансформация всегда, что на первой стадии, ну, обычно, если это какой-то владелец бизнеса, который, там, очень дорожит им и болеет им, он обычно на первой стадии хочет со всеми рассчитаться, ну, считая, что сейчас он здесь, вот, там, передислоцируется, что-то поменяет и все наладится, вот, то есть это первая стадия. Потом вторая стадия, когда он, там, понимает, что, а, это не быстро, б, оказывается в центре всяких противоречивых интересов, то есть есть трудовой коллектив, есть арбитражный управляющий, там, с ними надо отношения наладить, есть кредиторы, они разные, есть государственные кредиторы, налоговые органы, у них... Есть клиенты еще, да. Есть клиенты, есть кредиторы, есть банки, у каждого из них своя стратегия, свои практики и так далее, то есть очень сложное, ну, такое переплетение разных интересов получается и, ну, очень просто не получается выплатить. И плюс это достаточно недешевая сама вся процедура, и, как правило, уж если предприятие в нее попадает, значит, скорее всего, ну, его активов или его, там, финансовых возможностей уже недостаточно, чтобы со всеми рассчитаться. Поэтому дальше ситуация только усугубляется. Поэтому, там, через какое-то время позиции, там, должника трансформируется, что отдам, но не всем, потом трансформируется, что не отдам никому, а потом трансформируется, что вы все мудаки, вы во всем виноваты, а я жертва, как бы, вот. И потом дальше он просто забивает на это, то есть, ну, обычно такая полная апатия, и уже он ничего не делает. То есть, ну, это вот прямо классические случаи, всегда так плюс-минус происходит. Вот. Как бы здесь, если сейчас смотреть на ситуацию, я бы, ну, как бы, ну, во-первых, я считаю, что если вы планируете этим бизнесом заниматься, ну, как бы, этот клуб сохранить, эту клиентскую базу, там, эту локацию и так далее, то нужно не с помощью банкротных методов решать, а с помощью, там, переговоров, с помощью, там, использования всех тех мер поддержки, которые сейчас правительство делает, но они не все еще запустились, и, может быть, не все запустятся, но по максимуму, там, отсрочки, беспроцентные кредиты и так далее, то есть все это надо использовать и спасаться через них, то есть не через банкротство. Вот. Во-вторых, если уж вы, как бы, понимаете, что, ну, если вы, в принципе, не планируете это все оставлять, ну, то, возможно, ну, банкротство здесь будет таким одним из способов выхода из ситуации, ну, по большому счету, банкротство – это такие длинные, нудные похороны, да, предприятия, то есть это, ну, примерно, когда какой-нибудь там родственник умер где-нибудь там за границей, нужно его привезти на самолете, если это организовать, ну, конечно, все равно, как бы, он будет похоронен, может быть, только на родной земле. Здесь примерно такая же самая история, то есть это долго, нудно и заканчивается ликвидацией. Вот. Поэтому, ну, вопрос, нужно ли это инцидировать вам, ну, надо подумать, сейчас я тоже коротко об этом скажу, свои мысли. Здесь какие моменты надо держать в голове перед собой? Ну, первый момент – это ваша личная ответственность, то, о чем коллеги уже упомянули, это субсидиарная ответственность, и она за последние годы очень сильно трансформировалась, то есть я считаю, что, в принципе, это хорошо, то есть наш государство становится все более и более таким чистым, да, и прозрачным, да, усиливая ответственность лиц за неправомерные действия, вот, ну, потому что когда-то там, лет 15 назад, в принципе, можно было сделать все, что угодно, то есть самому себе подарить, продать там все активы, вывести, и теперь за это ничего не было. Вот. То есть сейчас, как бы, наоборот, это такое максимальное ужесточение ответственности, ну, во-первых, ответственность за неподачу заявлений, за неправомерные действия при банкротстве, то есть вывод каких-то активов, там, увеличение неподтвердности способностей должника и так далее, несет не только руководитель, ну, фактически, и наличный исполнительный орган, но и другие лица, и этот перечень, он не фиксированный, то есть в него могут попасть другие. И, в принципе, здесь, ну, можно доказать влияние любого человека, даже если он никак формально не является учредителем. Вот. Мало того, сейчас в законе установлена такая штука, которая мотивирует, ну, как бывают часто ситуации, например, там, холдинг какой-то, у него есть несколько юридических лиц, в одном из юридических лиц, ну, допустим, в фитнес-клубе есть директор, это какой-нибудь, условно, тренер, а де-факто, например, есть какой-нибудь, ну, там, владелец этого холдинга, который, там, проводит совещание и так далее, вот. И если вот это, ну, там, он, может быть, не совсем прям номинальный директор, он, на самом деле, может быть, там, управляет деятельностью, отчасти какие-то вопросы решает, но если он докажет, что он не мог повлиять, то есть, конечно, слово было за кем-то другим, плюс, если он, ну, покажет пальцем, где какие-то документы, сделки и так далее были, то он, ну, может избежать ответственности, и, как бы, это тем самым мотивирует таких вот, ну, там, номинальных директоров или, там, ограниченных директоров максимально… Да, максимально, ну, как бы, сливать или сдавать своих, ну, владельцев, грубо говоря, вот. Вот, поэтому этот перечень очень расширен, и здесь, кто бы вы ни были в отношении компании, ну, то есть, скорее всего, вы, наверное, либо сотрудники, либо, в принципе, фактически вы все находитесь под потенциальным ударом субсидиарной ответственностью по долгам предприятия. Ну, понятно, что там, я сейчас не пугаю, просто надо разобраться и понять, что, ну, просто, чтобы у вас не было иллюзии, что вот есть какой-то директор, и вот только он будет отвечать, и то вряд ли будет. Нет, могут до всех, финансовые директора, главные бухгалтера, там, учредители и так далее. Вот. Но там, как бы, определенные процедуры, есть определенные условия, при которых он выступает. Второй момент, который тоже важно понимать, это, ну, допустим, как обычно происходит накануне банкротства. Накануне банкротства должник, там, допустим, руководство лихорадочно пытается что-то сделать. То есть, ну, как бы, в лучшем случае, там, замораживает, никому не платит, там, или пытается всем по чуть-чуть. Ну, как правило, в среднем случае он пытается, там, допустим, перед наиболее какими-то, перед наиболее важными контрагентами закрыть обязательства, например, там, банку что-то погасить или, ну, или, допустим, какой-нибудь поставщику заплатить и так далее. Ну, любое, любое, вот, непропорциональное, несправедливое распределение денег накануне банкротства – это оспоримая сделка. То есть, это все потом может быть возвращено назад и, возможно, не имеет смысла делать какие-то лишние телодвижения. Может быть, вообще лучше никому не платить или платить одинаково. И также часто… А еще хуже, когда они пытаются забрать все себе. То есть, там, переводят деньги на какие-нибудь аффилированные компании, что-то не совершают, а имущество продают и так далее. Это тоже все оспоримо. И здесь, ну, сейчас достаточно очень такое детализированное сглодательство по этому поводу. То есть, очень все расписано, прописано, там, упоминаются даже не только, как раньше, там, какие-то совсем аффилированные лица, там, но и родственники, там, коллеги по работе, сослуживцы и так далее. То есть, все эти люди, которые, там, как обычно мы используем, ну, не мы используем, а люди используют в схемах таких, когда, там, переписывают на кого-то что-то, там, продают каким-нибудь, там, бывшим однокурсникам института, там, не знаю, там, любовницам и так далее. Имущество – это тоже сейчас все, в принципе, доказуемо и, ну, легко может быть использовано как основание для оспаривания. Вот, поэтому здесь со сделками тоже нужно быть максимально внимательными, вот, совершать их с юристами и, ну, думать 10 раз прежде, чем совершить. Вот, и последний момент – это по поводу моратория, который сейчас пока еще не действует, то есть, это, ну, как бы, законодательная инициатива, которая в Госдуме рассматривается, но, поскольку, ну, мы все понимаем, в каком мире реально мы живем, скорее всего, это все введут, то можно, как бы, ну, на эти какие-то проектные документы опираться. Ну, во-первых, там вводятся моратории шестимесячные, планируются на подачу заявлений со стороны кредиторов, то есть, защиты со стороны вот таких недружественных поглощений или, там, нападений на те индустрии, на те компании, которые находятся в критической ситуации. Фитнес-индустрии к ним тоже относятся. Вот, второй момент – там вот это вот, о чем упоминалось, обязанность подать заявление о банкротстве должником, а если не подал, то тебя привлекут к специальной ответственности, тоже эта обязанность, она, как бы, приостанавливается, на нее вводится моратория, то есть, вы не обязаны сейчас подавать заявление, даже если у вас неплатежеспособное состояние будет. Но при этом вы можете подать такое заявление, если сами все-таки решили, что для вас это нужно. Вот, также там моратория охватывает сделки, то есть, фактически, там планируется заморозить любые сделки по продаже активов выше одного процента. То есть, ну, если, грубо говоря, вы запланируете срочно продать тренажерный парк, чтобы погасить долг по аренде, то, ну, еще, особенно если продадите какому-нибудь своему, там, аффилированному лицу, то, скорее всего, это все будет оспорено. И погашение долга по аренде, и продажа тренажеров. Понятно, что тренажер – это движимое имущество, его сложно поймать потом через суд, но, тем не менее, ну, возможно, это, особенно если это останется на том же самом месте и будет новым каким-то юридическим лицом использовано, то это легко откручивается назад. Вот. Поэтому предварительно вот такие, как бы, у меня мысли. Ну, я бы не рекомендовал сейчас в это вставаться. Я бы рекомендовал все-таки урегулировать все отношения мирным путем, идти на уступки, там, наоборот, где-то шантажировать, что если вы съедете там или там, не знаю, там. А, и плюс еще, кстати говоря, ну, я не знаю, сегодня в одном из чатов кидали предложение Министерства спорта по поводу поддержки индустрии. Там, в том числе, вроде как бы запланировано там мораторий на расторжение и возврат денег со стороны клиентов там. То есть, если это случится, то, в принципе, вроде как бы у вас там, ну, заморозится в целом вся ситуация. Вот. И я бы не торопился. Ну, кроме тех случаев, когда вы уже до этого и так планировали слиться, обанкротиться, что-то сделать такое. Тогда, ну, можно этим путем идти. А если вы, ну, для вас это просто как гром среди ясного неба сейчас, то лучше не стоит, необдуманно, по крайней мере, действовать. Андрей, да, спасибо. Действительно, там, кстати, это важный момент, потому что очень много те мер поддержки, которые мы просим от государства, они, на самом деле, похожи и будут просить и другие отрасли, потому что, действительно, там, налоги и прочее, прочее. Но вот как раз в истории нашей фитнеса, когда пока еще большинство продаж – это длинные годовые карты, мы, действительно, подали такую историю, да, включили в то письмо, которое было отправлено в свое время и в правительство, да, и в министерство, включили просьбу с мораторием от 60 до 90 дней, чтобы люди не возвращались даже после открытия, даже после открытия клуба, после того, как можно будет продолжать деятельность. Для того, чтобы была у нас некая подушка несколько месяцев, чтобы люди не начали требовать свои деньги. Пока все клубы, в основном, стараются договориться на заморозку, и вот по нашей пока наблюдении, большинство клиентов идут на эту меру, не понимая, да, что в данной ситуации, но, опять же, повторюсь, все зависит от времени, да, если там карантин продлится 1, 2, 3 месяца, то, конечно, клиенты, особенно те, которые будут нуждаться в деньгах, они, наверное, вспомнят, кто и где им должен. Так, иногда я попрошу Артема ответить на вот вопросы, да, которые у нас в чате. Я вот там уже периодически отвечаю. Тём, ты можешь устно ответить на вопрос по банку? Я тебя, наверное, не слышал. Не услышал. Вкусно, можешь? Вкусно, да. Да, да, да. Да, был вопрос по поводу того, что делать с… Сейчас зачитаю. Может ли быть реализован целый клуб, если это… Сейчас, извините, просто эта лента утекает куда-то вечно. Может ли в рамках банкротства быть реализован полностью целый клуб, как готовый бизнес, а не частями имущества с целью сохраняя рабочих мест? Вот. Я ответил, что в целом, да, такой… Ну, там просто, во-первых, размер, количество символов в ответе не позволяет там превышать пределы, так как он стоит, там, 150. Это возможно, да, если бизнес заведен, во-первых, на одно и то же юридическое лицо. То, что значит бизнес заведен, это иметь в виду, ну, прям, все права, там, какие-то бренд, там, трудовые договоры с работниками, да, они заведены на одно и то же юридическое лицо. И, в принципе, это есть такие процедуры, как, ну, там, два пути есть банальных. Это первое замещение активов, когда организуется на базе предпределения должника. Это всеми его, за счет всех его активов, какое-то новое юридическое лицо, и уже доли или акция, вернее, этого юридического лица, они полностью продаются на свободном бронете. В общем, она свободна от каких-то обязательств этого старого должника. Ну, скажем так, вот это, когда этот должник, некоторое юридическое лицо, оно, как бы, выпрыгивает из такой старой, устаревшей, ненужной уже кожи, да, из своей оболочки. Значит, и за счет тех денег, которые получены от реализации 100% этих акций нового юридического лица, чистенького, хорошенького, и расплачиваются с кредиторами старого юридического лица. Второй путь – это просто консолидация на ком-то, консолидация всех приторских требований. То есть, можно, какие-то желающие могут, по мере своих договоренностей, тут я как раз абсолютно согласен с Андреем, что банкротство очень часто – это не только переговоры с арендатором, но и переговоры в рамках банкротства – это очень часто такой хороший, действенный инструмент для того, чтобы решить свои собственные задачи. Просто, я говорю, еще раз, надо понимать, а что за задачи будете вы ставить перед собой. И, опять же, правильно сказал Андрею, необходимо с какой-то правовой поддержкой их пытаться решать. Но в том числе, например, если вы планируете либо оставить контроль за собой над этим бизнесом, либо, например, вы хотите получить какой-то актив, то вполне возможно выкупить криторские требования, в том числе требования налогового органа, и получить близкий к 100% контроль над процедурой банкротства, потом в любой момент ее прекратить, дофинансировав и так далее. Ну, дофинансировав уже бизнес, как готовый бизнес. Вот, поэтому такие процедуры возможны. Возможно, как не распространять, то есть, условно говоря, фитнес-куп, по каждому отдельному тренажеру, как мы с вами помним, гарнитур генераль Шпоповой мог быть продан либо целиком, либо по отдельному стулу. По отдельному стулу можно, но и целиком гарнитуры тоже продаются. И бывший вопрос, я тоже успел ответить, есть ли в организации ООО и несколько ИП. Для селялов можно ли отдельный ИП признать банкротами? Вообще, банкротство, в принципе, это такая индивидуальная штука. То есть, можно объявлять банкротом какое-то конкретное юридическое лицо, не группу компаний, не некую, конгломерат или альянс дружественных, или взаимосвязанных каким-то другим образом компания, а конкретное юридическое лицо. Другое дело, что, то есть, по общим правилам, если одна из компаний, входящих в некую дружественную группу, становится банкротом, это совершенно не значит, что банкротом осталось для других компаний. Но при этом вот их взаимосвязь, она, конечно же, будет учитываться при определении того, оставлять сделки заключенные либо в предприятии банкротства, либо в рамках банкротства действительными. То есть, как вот правильно, опять же, сказали Андрей и Андрей перед этим, есть категории оспоримых сделок, есть категории сделок, которые можно исключать только с согласия управляющего, в противном случае тоже они попадают под категорию оспоримых. Есть сделки подозрительные, с достаточно большим периодом, скажем так, подозрения до начала процедуры банкротства. Ну а в конкурсном производстве, когда уже предприятие уже признано банкротом и решается вот такой вопрос о наполнении конкурсной массы расплат с кредиторами, там, в принципе, руководство компании уже не может заключать никаких сделок, и все сделки заключаются управляющим. Так вот, взаимосвязь разных компаний, или там даже ИП, если входит некий вот этот холдинг, некую дружескую группу компаний входит ИП, то, конечно, взаимосвязь этих компаний друг с другом и ИП, она будет учитываться при определении того, добросовестно или недобросовестно, наоборот, совершались-то или иные сделки. Так, вот еще есть то, что делать, когда кроме того, что есть на дружбу по аренде, есть еще немало долги перед учредителями. Ну, тут, значит, я забыл вопрос от генерального директора, или от учредителя все-таки. Потому что, если это от руководителей... Максим, я тебя не слышу. Я думаю, что от директора вопрос. Ну, тут, я думаю, что действительно, как говорил Андрей Сидоренко, тут необходимо все-таки, да, в большей степени посмотреть сначала на свое собственное... Ну, в первую очередь, защитить свои собственные интересы как генерального директора, поскольку если еще, помимо кредиторов, если еще будут недовольны каким-то образом учредители, то это получается, что с двух сторон на бедного генерального директора будут направлены вот эти критические стрелы, которые вполне могут привести и к процедуре уже личного банкротства, и к процедуре личного банкротства. Поэтому тут надо очень внимательно подойти, поскольку, понятно, что учредители, скажем так, они не являются кредиторами, скажем так, за счет собственных средств, да, которые они потратили на финансирование, на создание там, компаний, они не являются аналогичными по ставству кредиторами, как другие, если только они не давали там прямые займы, то есть не выступали в равноправных отношениях с компанией, по договору займа, официальные деньги. Но в любом случае понятно, что тут налицо взаимозависимость, и такие сделки между учредителями и самой компанией, если даже на первый взгляд они выглядят как обычный, совершенно обычный договор, то все равно к ним, скажем так, гораздо большая степень подозрительности, поскольку понятно, что учредители могут диктовать свою волю генеральным директором компании на заключение каких-то сделок, в общем, на нерыночных условиях, поэтому такие сделки тоже могут быть признаны и степенью. Я бы хотел добавить по поводу как раз займов между учредителем и компанией, то есть сейчас действует такой правовой механизм, как понижение очередности требований таких вот зависимых кредиторов, для того, чтобы, соответственно, был обеспечен баланс, то есть принцип банкротства, баланс между интересами должника и остальных кредиторов. То есть те кредиторы, которые, условно, так скажем, на рыночных условиях давали деньги должнику, их приоритет должен быть выше, чем зависимых должником-кредиторов. Ну да, есть практика еще, что эти займы от учредителей, они вообще не признаются кредиторской задолженностью, это как бы считается, что это некое вкладовое имущество общества, и она пока такая недавно появилась, но в принципе, особенно если это было в момент, когда требовалось дофинансирование предприятия, например, накануне каких-то проблем, то тоже здесь могут быть действительно там либо пониженный приоритет быть этим отношением, быть предоставлены. И особенно если это займы на нерыночных условиях, там высшие ставки, которые должны привлечь в других местах, то тоже сделки могут быть признаны недействительными. Да, и я бы еще тут прокомментировал, что вот с точки зрения генерального директора ни в коем случае нельзя сейчас эти займы погашать, потому что вот эти сделки, они будут, по погашению именно займов, да, по возврату, они будут оспорены однозначно в процессе банкротства, как преимущество удовлетворения требований одних кредиторов перед другими, ну или как минимум как недобросовестное поведение. Поэтому, еще раз повторюсь, с точки зрения генерального директора, таких действий совершать нельзя, как бы на него учредителя не давить. Да, еще тут важный вопрос про ИП, потому что мы знаем, достаточно большое количество у нас фитнес-клубов работают на ИП. Тоже можно немножко про них. Ну, явно расскажу, потом вот Андрей дополнит с точки зрения практической. Есть процедура отдельная банкротства именно индивидуального предпринимателя. Несколько статей этому посвящены. Все, что там не урегулировано, действует в общее положение. Значит, ну, я сейчас не могу вспомнить вот каких-то таких прям особенностей при банкротстве ИП. Там есть очень тонкий момент. ИП и физическое лицо – это как бы одно и то же, да, только разные ипостаси человека. То есть сегодня он ИП, завтра он там прекратил быть. Значит, у физического лица есть какое-то имущество. Вот сложность в том, чтобы отделить то имущество, которое он использует в предпринимательской деятельности, да, тем более если он не оформлял его, не покупал его никогда, как ИП, от личного имущества, вот в этом кроется именно особенность банкротства вот этих индивидуальных предпринимателей. Ну, тут, наверное, на самом-то деле более простой, может быть, вопрос, пока можно. Грубо говоря, если ИП начинает банкротиться, есть ли у него риск потерять, например, жилье, которое он купил даже, может быть, много лет назад, еще там до ИП? Нет, если оно, это жилье единственное, то у нас действует иммунитет на такого рода жилье. Единственный нюанс, который сейчас вот возник в практике, да, его долго обсуждали, но пока на законодательном уровне этот вопрос не решен, вопрос о так называемом роскошном жилье. Значит, вопрос о достаточности квадратных метров, да, жилья, потому что есть большие квартиры, и в некоторых вот банкротных процессах кредиторы даже покупали квартиру меньшей площади, значит, финансируя эту покупку сами для того, чтобы была возможность включить в конкурсную массу большую квартиру, продать ее и таким образом получить больше денег, соответственно, погасив и свои задолженности, и свои затраты на приобретение маленькой квартиры. То есть такая практика есть, она единичная, но тем не менее. Суды начали уже смотреть по поводу именно достаточности квадратных метров. Поэтому если у ИП обычные квартиры, как у большинства граждан, у него там куча еждивенцев или там большое количество человек в этой квартире прописанных, и она не относится к роскошному жилью, то тут переживать нечего. Такую квартиру в рамках банкротства не отберут. Там еще вопрос от Никиты по реализации клуба как бизнеса, кто занимается в том, как направляющей или директор. Во-первых, я вот дополню, то что Артем говорил по поводу того, что это достаточно такая сложная процедура реализации как бизнеса, и обычно она имеет смысл, если это прямо очень большой актив, потому что там это регистрация акционерного общества, регистрация выпуска акций, это все долго. И в моей практике было пару раз замещение активов в разные года. И такая она сомнительная история. То есть не нужно тут каких-то таких наивных иллюзий питать, что именно эта мера сохранит бизнес. То есть сохранит бизнес, возможно, просто переговоры с кем-то, либо поиск покупателей, который просто купит это имущество и возьмет сотрудников. Но даже если вы это сделаете, то не факт, что эти люди там останутся работать, что останется тот же самый бренд и так далее. Вот, это первый момент. То есть это, ну, если это большая сеть фитнес-клубов там с размером активов там 100-200 миллионов, если это просто один фитнес-клуб, ну, это просто игра не стоит свеч. И по поводу того, кто будет реализовывать, тоже, чтобы вы особо их иллюзии не питали, ну, вы не знаете, кто будет конкурсно-управляющий. Как бы, ну, что греха таить в нашей стране, конкурсно-управляющий, он обычно, он все равно ангажирован кем-то из участников процесса, учредителями, каким-то одним из кредиторов, другим кредитором, или он вообще сам на себя. Ну, то есть он очень редко, когда это как-то прямо вот в тандеме с бывшими собственниками, ну, бывает так, но как бы сейчас очень такие защитные механизмы созданы от того, чтобы вы сговор вступили с этим разным управляющим. И поэтому плюс есть вообще, в принципе, достаточно непростой механизм оценки, утверждение начальной стоимости и продажи на торгах имущества. И там сложно вообще предсказать, кто вообще придет. То есть как только начнется банкротство, ситуация выйдет из вашего контроля практически процентов на 90, вероятность того, что вы не сможете каким-то образом ее контролировать, то есть что вы сможете продажу каким-то образом сопровождать, чтобы там у вас есть покупатели, что именно он купит, и что арбитражный управляющий именно ему продаст. Такого не будет. То есть будет вот свой процесс, это такое, как танк, и будет идти, и все как бы. А вы будете рядом как пехота бежать и смотреть на этот танк. Вот и все. Я бы хотел к комментарию Андрея тоже пару слов добавить. Один момент, да, все правильно Андрей сказал, что процесс банкротства, он живет сам по себе, моменты начала, и может развиваться совершенно непрогнозируемо. Но и самое главное, что вы не сможете контролировать этот процесс банкротства, потому что все значимые решения в банкротстве принимаются кредиторами. Если у вас не будет большинства кредиторской задолженности, то про продажу бизнеса и про контроль над банкротством можно забыть. Вот еще вопрос про ИП. Есть ли единственное жилье в залоге у банка? Так понимаю, что ИП еще какие-то... Ну, в смысле, очень лица. Если оно в залоге у банка, это не имеет значения, если мы говорим про именно банкротство и индивидуального предпринимателя, потому что на единственное жилье, жилое помещение распространяется так называемый иммунитет. То есть оно не включается в конкурсную массу. Если уж оно каким-то образом по недоразумению будет включено, то всегда есть правовой механизм исключения этого имущества и конкурсной массы. То, что оно в залоге, это уже отношение непосредственно физического лица, не как индивидуального предпринимателя, а как физического лица с конкретным банком. То есть если он вносит платежи, обслуживает этот кредит и нет оснований для обращения взыскания на это живое помещение, то оно не будет потеряно. Если же, конечно, такие основания наступят, то, соответственно, банк просто обратит взыскание и все знают, что именно на живое помещение, даже если оно единственное, которое находится в залоге у банка, может быть обращено взыскание, и оно, соответственно, может быть продано в торгу. Коллеги, на самом деле, по-моему, важный вопрос. Мне кажется, упустили все-таки, чтобы у коллег было представление. Вот два параметра. Как долго длится в среднем процедура банкротства и, грубо говоря, сколько это стоит? Сколько вообще, в принципе, понятно, история не бесплатная, чтобы понимать, какие еще деньги нужны для того, чтобы компания была забанкрочена и все было нормально в конце? Я могу рассказать о нормативных сроках. Андрей меня может подкорректировать с точки зрения практики. Я тоже это могу сделать, но ему виднее у него достаточно обширный опыт. По закону берем обычную процедуру, стандартную, это процедура наблюдения и конкурсная производство, стадийную процедуру банкротства. По закону наблюдения длится 6 месяцев, конкурсное производство также длится 6 месяцев. Эти сроки могут продлеваться по ряду различных обстоятельств. Например, конкурсное производство может продлеваться в связи с тем, что управляющий за 6 месяцев, например, не выяснил, где все имущество находится или не взыскал всю дебюдорскую задолженность или не совершил другие какие-то мероприятия, которые ему по закону о конкротстве положено совершать. В этом случае при наличии таких уважительных причин процедура банкротства, как правило, продлевается еще на 6 месяцев. Так она может продлеваться сколько угодно долго. Что касается стоимости, опять же, в законе предусмотрено фиксированное вознаграждение управляющего ежемесячно. Это не значит, что должник должен каждый месяц платить, естественно. Но, тем не менее, за процедуру наблюдения и за процедуру конкурсного производства стоимость вознаграждения составляет 30 тысяч рублей в месяц. Есть еще, это фиксированная часть, есть еще так называемые проценты, которые платятся от, рассчитываются от размера погашенных требований и зависят от суммы активов должника. То есть, чем больше стоимость имущества у должника балансовая была, то тем больше эти проценты, которые управляющий получает только в результате, когда имущество будет реализовано и, соответственно, погашены требования кредиторов, причем не на 1%, а достаточно в большей части. Это то, что касается нормативных расходов, которые, опять же, повторюсь, несет должников. Что касается расходов в том случае, если процедура банкротства начинается в инициативном порядке, то в среднем, в среднем, для как бы несложного бизнеса, для, если это не связано с каким-то крупным имуществом и так далее, со сделками, со спариванием, защиты имеется в виду, сделок, которые совершены должником от спаривания кредиторами, ну, в среднем это будет стоить порядка 500 тысяч рублей за процедуру, это, ну, там и минимально. Ну, можно, да, дополнить. По поводу сроков, я сам был участником процедур, которые длились по 8 лет, вот, ну, их было немало, то есть это, ну, если какой-то, ну, завод, такой серьезный, например, я был конкурсным управляющим Онежского тракторного завода, там, предприятие, которое вообще перед заводом, время началось там, еще были Петровские заводы, это, я был управляющим там лесозавода в Архангельске, там, с учетом там наблюдения, внешнее управление, конкурсное, там несколько управляющих менялось, это вот, ну, 6-7 лет, вообще нормально, вот, когда, ну, были у нас там какие-то попытки максимально быстро процедуру провести, то есть было, в принципе, ну, общее какое-то вот единение всех, то есть это какой-то незначительный должник, который просто все хотят закрыть, если у него нет вообще никаких активов, то есть прямо ноль, то это где-то, ну, месяцев 8, так, плюс-минус, это прям, если есть активы, то года полтора минимум, а так, в принципе, плюс-минус такой реалистичный сценарий процедуры банкротта 3 года, ну, ориентируйтесь на это, вот, и по стоимости, ну, да, действительно есть установленные законы вознаграждения, плюс надо еще не забывать, что кроме вознаграждения управляющего, он может привлекать лица для сопровождения своей деятельности, аудиторов, оценщиков, так далее, юристов, ну, сейчас, правда, с этим посложнее, чем дальше, но, тем не менее, может, если он обоснует, что это требовалось, например, что много судебных споров, и он привлек адвоката для того, чтобы тот эти споры вел, то оплата услуг адвоката тоже ляжет на конкурсную массу, если он, если есть имущество, нужно будет оценивать, то стоимость оценки тоже расхода на процедуру банкротства, если, ну, соответственно, если будет продажа имущества, она проходит на торгах, это, ну, там, публикация сообщений необходимых там и так далее, ну, то есть, в принципе, достаточно большое количество, если еще требуется охрана имущества, то есть, это какая-то, там, охранная организация и так далее, вот, и, кроме того, ну, вот, оценивая, если, как бы, инициативная процедура банкротства, говоря русским языком, когда, условно говоря, арбитражный управляющий попал в процедуру по вашей инициативе и вы, ну, пытаетесь, как бы, с ним вместе, ну, максимально комфортно для себя ее провести, хотя гарантии нет, что здесь все получится по максимально комфортно, но тем не менее, ну, я думаю, что, ну, да, может быть, там, какая-то минимальная цена за все это будет, там, можно 500, но плюс-минус вы можете ориентироваться где-то 1000 на 100 в месяц, это примерно, там, управляющие, какие-то его, там, юристы, ну, какая-то команда сопровождения, которые будут в эту процедуру вестись, ну, такой бы я бюджет планировал. Соответственно, если это будет, там, ну, 2-3 года идти, ну, примерно, вот, там, 2,5-4 миллиона будет стоить, ну, при условии, что вы дотянете до конца и все будет идти по плану, но, как обычно, ну, часто идет все не по плану, вот. Ну, не часто, ну, бывает, что идет все не по плану, то есть появляется какой-то большой кредитор, который уже в стадии конкурсного производства ставит своего орбитражного управляющего, который уже, ну, вас начинает донабить, там, и, там, оспаривать сделки и так далее, либо какой-нибудь проблемный актив появляется, с которым возникает проблема, и, там, или управляющий не может максимально как-то, тут гарантии нет, да, что прям в ваших интересах будет действовать, это просто потому, что, ну, просто сложно, есть куча, там, объективных обстоятельств, которые препятствуют контролируемому, скажем так, банкротству, но даже если он будет идти в форватере максимально лоярным к вам, все равно могут вылезти какие-нибудь неожиданности на торгах, неожиданности при оценке, неожиданности при отваривании сделок, и тут сложно быть уверен в том, что вы до конца этот путь пройдете, как планировали. Да, все это может быть, и нет, что все-таки есть надежда, что фитнес-клубы там, ну, если все правильно велось, может быть, не так все запутано, да, и все будет немножко попроще, ну, и опять же, это очень индивидуально, конечно, нужно у каждого смотреть. Какой фактор, с одной стороны, да, ну, я говорю, мое ощущение, вот просто говорю, я просто, ну, там, сотни процедур участвовал, и еще столько же там, ну, видел, как консультанты, где-то, что-то советовались, или следил за чем-то, ну, не было ни разных услугов, видимо, как-то эта индустрия такая, она может богом любимая, может слишком позитивная, она пока там это все миновала, вот, но не забывайте о том, что у нас кредиторами будут наши клиенты, и условно, если в клубе 2000 человек, даже если 5000 рублей перед кем-то, перед кем-то 10, перед кем-то 15, не выбранных ими услуг, то даже просто процедура установления их требований может занять очень много времени, там могут быть какие-то нюансы, и это будет собрание, там, в котором будут участвовать, может быть, тысячи человек, у меня были такие случаи, я проводил процедуру в микрокредитных организациях, где у меня было там 1100 бабушек, мы собирали Ледовый дворец, например, там, и так далее, поэтому тут как бы разные могут быть моменты, то есть никогда не получается так легко, как планируешь, вот никогда. Можно? Я бы хотел добавить, к тому, что Андрей сказал, с одной стороны, да, основные кредиторы фитнес-клубов это действительно клиенты, но с другой стороны, это, как правило, физические лица, они не обладают юридическими знаниями, условно, выбор между тем, потерять им 30 тысяч рублей за годовой абонемент, который они оплатили, или заплатить гораздо большие деньги какому-нибудь юристу, чтобы он подготовил для них документы о включении их требований в реестр, ходить по судам, которые могут неоднократно вкладываться, возможно, многие, соответственно, выберут, что, спасибо Боже, что взял деньгами. Это тоже надо учитывать. Окей, тут, смотри, еще есть вопрос, но, правда, это же не по теме нашего сегодняшнего общения, но тут, я понимаю, всех волнует. в первую очередь Елена Полуга спрашивает, мне сейчас арендодатель сообщил, что если я не оплачу оставшиеся, не оплаченные мной 50% за март, то он расторгнет со мной договор, это законно в данной ситуации или нет. Ну, во-первых, я хочу, первое, что добавить, Елена, я надеюсь, что вы успели утомить арендодателя в форс-мажоре, если нет, то надо это бежать делать, и, соответственно, юристов, прошу сейчас, ну, кто там, а тем, тем, ты можешь, да, сказать, что? Ну, да, мы, по-моему, про это уже вкратце говорили, со мной, Андрей, по-моему, говорил, Сидоренко, вот, действительно, тут надо смотреть на самом-то деле в первую очередь условия договора, поскольку, что за последствия наступают, если арендная плата за какой-то период оплачена не полностью, есть ли там в договоре условия о форс-мажоре нету, есть ли в договоре условия о возможности расторжения арендодателям такого договора и сколько тогда допускается по договору время пребывания еще арендатора в этих помещениях, да, поэтому таких споров достаточно много, на самом деле практика по ним давно уже устоял, и суды чаще всего ориентируются на добросовестность поведения арендодателя и арендатора тех или иных условий, даже с учетом, например, того, что арендатор, простите, арендодатель, если он решает, скажем так, более-менее силовым способом принудить к скорейшему погашению той задолженности, которую он считает подлежащей оплате, например, 50% за март месяц, то он может, например, прибегнуть к простому, действенному способу поставить свою охрану, если это его торговый центр или какой-то объект большой, и сблокировать вход и выход от выноса имущества даже сотрудниками фитнес-клуба. Естественно, ставить под условия разблокировку, под условия разблокировки именно оплату аренды. Поэтому тут тоже необходимо смотреть четко условия договора, проконсультироваться с юристом, который у вас знает практику в арбитражном суде именно вашего региона, каким образом, на что обращают внимание арбитражные суды вашего региона. И, соответственно, вполне возможно начать с того, что зафиксировать какие-то неправомерные, как вы считаете, действия по блокировке входа-выхода через подачу заявления в полицию, например, чтобы потом эти доказательства использовать при судебных каких-то разборках. Если, опять же, не удастся договориться, вот Андрей правильно говорил, несколько раз о том, что в любой ситуации надо пытаться каким-то образом договориться. Ну, если, уже говорится, вообще никак не получается, то надо, естественно, сначала проконсультироваться с юристом, знающим практику применения подобных норм в вашем арбитражном суде вашего региона и потом уже действовать по какому-то заранее спланированному какому-то сценарию. Да, важно, конечно, знать регион, потому что, например, вот в Москве тут уже не до охраны грубо говоря, что-то выносит. У нас, например, запрещено перемощаться по городу, выходить из дома, поэтому даже если работодатель что-то там, работодатель, работодатель что-то хочет расторгнуть, да, или какие-то действия предменить в данной ситуации, они достаточно непонятны, да, и что он расторгнет, что дальше произойдет. Пока всем нельзя перемещаться, клуб стоит, что он будет делать дальше в этой ситуации. Ну, это, ну, и, как я говорил, я на самом деле вот не когда говорил про практику конкретного региона, я имел в виду больше не нынешние какие-то меры, которые там принимаются экстренные где-то в каждом день свои, а больше сложившуюся практику именно в отношении между арендодателями и арендаторами, когда выникает этот конфликт того подхода, то какой подход выработан в арбитражном суде конкретно в регионе, поскольку если мы говорим о некой правовой защите, то надо учитывать, как судьи, которые будут рассматривать так, рано или поздно подобный спор, если он подойдет до суда, то какого подхода они придерживаются, на что они обращают внимание, а на что нет. Например, когда у нас был подобный спор лет 5 назад, понятно, что он не связан с коронавирусом и прочим, спор был между арендодателем и арендатором. В частности одни считали, что не доплачено, арендоплата других считали, что переплачено, и так далее. И вот силовыми действиями арендодатель попытался прекратить спор в свою пользу, то в итоге мы проанализировали достаточно большое количество сделанных практик и выяснили, что, например, в адаптрашных суде Москвы и, соответственно, в апелляции, в Кассации есть один подход и на одни документы обращают внимание, а, например, в адаптрашных суде Санкт-Петербурга или Ленинградской области и, соответственно, в высшитающих судах обращают на другие немножко аспекты в абсолютно аналогичных судах. Поэтому тут надо смотреть на то, какого подхода и на что обращать внимание арбитроршут конкретного региона. Я хочу еще одну такую важную штуку, мне сейчас в голову пришла, чтобы вы знали, просто сказать. Во-первых, применительно к этой ситуации действительно арендодатель, прошу прощения, вполне имеет законное право на удержание, да, эта норма предусмотрена Газанским кодексом, и если есть задолженность, он может не давать вам вывезти там и так далее, не давать пользоваться имуществом. Я бы на эту ситуацию смотрел, понятно, что надо вести переговоры, но я бы на эту ситуацию смотрел даже, может быть, позитивно, потому что он будет охранять ваше имущество, пока вы будете, потому что у него есть прямой интерес в этом. С другой стороны, я бы рекомендовал здесь в подобных ситуациях, даже если нет плохих отношений с арендодателями на текущий момент, или они есть, ну, вот у меня сейчас просто ситуация такая, что здание, в котором клуб находится, это мое собственное здание, там как бы бизнес-центр, в котором там охрана моя и все такое, но если вот у вас ситуация, когда вы находитесь в чужом здании, и сейчас вот вы покинули, грубо говоря, клуб, ушли в карантин, пытайтесь каким-то образом, ну, не знаю, там, ночными тропами, еще как-то. В общем, я бы вам рекомендовал провести какую-то инвентаризацию и описи имущества составить, какую-то комиссию зафиксировать, может быть, если получится еще с арендодателем это, чтобы они тоже расписались, вообще будет идеально, если нет, но может каких-то третьих лиц привлечь. Ну, короче, смысл в том, что вам сейчас нужно как-то зафиксировать, что у вас там осталось. В любом случае, это пригодится, там, будут ли там меры по удержанию, будет ли какое-нибудь, не знаю, хищение, в принципе, тут, наверное, тоже может быть ответственность арендодателя, если в его здании, там, по его вине, допустим, произошло хищение, там, может убытки взыскать, но я сейчас так фантазирую, ну, смотреть, вот, потом момент такой, второй, если у вас, мне кажется, какая-то ситуация, там, с мерами от государства, с мораториями и так далее, введена, и эта ситуация, она просто заморозится, скорее всего, я так думаю, а он будет охранять ваше имущество, в принципе, это неплохо, вам нужно будет тратить деньги на охрану, но даже если в итоге ведется процедура банкротства, он встанет в общую очередь, и никаких преимуществ он иметь не будет, то есть, если у вас будет какой-нибудь, там, более крупный кредитор, в том числе, может быть, там, ваши учредители, которые в свое время давали когда-то займы, там, на заре создания предприятий, там, банк какой-то и так далее, они будут рулить ситуацию, они арендуют, то есть, он просто похоронит имущество, потом будет в общем порядке, то есть, он не сможет за счет этого имущества, за счет тренажеров получить какое-то преимущество, наоборот, его там отодвинут и так далее, вот, и последний момент, который я хочу сказать, возможно, он прям для вас будет полезно на заметку, тренажеры, наш основной актив, это как бы тренажерный парк, там, шкафчики, тренажеры, там, и так далее, это все движимое имущество, в принципе, может быть, когда ваши учредители создавали предприятие и давали займы, или там какие-то другие люди давали займы, возможно, они там решили постраховаться договорами залога этого имущества, потому что оно там, это риск был с той стороны, это какая-то мера по обеспечению, если, понят, что это теоретически, эти договоры залога, они могут быть оспорены в рамках процедуры банкротства, но тут надо смотреть, каким образом они были заключены, там не смогут ли там, ну, те, кто оспаривает, доказать, что это вы прямо задним числом сделали, там, не знаю, какую-то экспертизу провести, либо они там не смогут, ну, там надо вставить на свое, то в принципе, теоретически, если это имущество находится в залоге в пользу какого-то кредитора, любого, возможно, связанного с вами, то в первую очередь, денежные средства от продажи этого имущества, тренажеров фактически, вашего единственного актива, они пойдут этому кредитору, и если у вас такой кредитор есть, то по большому счету, арендаторы, там, не знаю, там, какие-нибудь другие компании, которые вы должны, они все иблют весом, вот, ну, как бы это такое. Андрей, можно тут вот, я так понимаю, Елена, которая задала вопрос изначально, она продолжает, по ходу наших с вами советов накидывать информацию, она пишет, что клуб опечатан, нет никаких других кредиторов. Ну, вот, что касается клуба опечатан, то как раз, а кто опечатал его, Елена? Ну, редодатель, так понимаю. Или кто? Или вы сами, уходя там, как его опечатали? Кто его опечатал? А, вы совместно. То есть, вы подписали какой-то акт, вот, о чем говорил Андрей, о том, что там осталось за этими опечатанными дверями. Да, ну, тогда, мне же хорошо. Да, у меня вопрос, мы какую задачу сейчас решаем, сохранности имущества или все-таки сохранности договора аренды и как избежать задолженности по аренде? К Елене вопрос. Сейчас мы, правда, уже сильно темы отклонились, но сейчас попробуем, если есть вопросы по банкротству, или мы, в принципе, наверное, все уже, общие вопросы обсудили, да, о чем надо думать, о чем надо задуматься, и, конечно же, если что-то есть, это уже отдельная история, и каждую ситуацию нужно отдельно обсуждать. Ну, вроде бы все ответили, да, соответственно, если Елена захочет какой-то более вопрос решить, в принципе, вот я наказал, как зовут наших экспертов сегодня, они на самом-то деле все в соцсетях, легко находятся, вы их видели, конечно, они на связи, тем более сейчас все сидят дома, хочешь, не хочешь, а можно с утра до вечера всем раздавать советы, мне кажется, это как анекдот, да, что вы будете делать летом, в июне-июле я буду сидеть дома, а в августе пойду в магазин. Ну, в любом случае, спасибо всем, спасибо экспертам, спасибо участникам, всем сил, на самом деле, какая бы сейчас там паника у кого не происходила на местах, но надо понимать, что только начало, мы только входим в эту пару, поэтому на самом деле запасайтесь терпением, здоровьем, физически, логически, покупайте домой хоть какой-то инвентарь для занятия спортом, потому что надо себя поддерживать, не только ходить кругами, вокруг дивана. Впереди у нас долгие все-таки история, не на несколько дней, и, надеюсь, будем держать вас в курсе, каким образом можем другу помогать, находить выход в историю ситуации, каким образом нам все-таки продолжить фитнес-бизнес и дальше, как прожить это время и как выйти с клубами через несколько месяцев. Спасибо. Максим, в конце еще раз просто тезисно, что нужно сделать, в этой ситуации, пойти получить справку о форс-мажоре в торгово-промышленной палате, написать арендатору письмо о том, что вы не можете оплачивать это форс-мажор и просите, соответственно, не расторгать договор и отправить это письмо, если не по почте, которая может не работать, то как минимум по электронной почте, тем более по тем адресам, которые есть в договоре. Я еще тоже дополню прямо коротко. Моя главная рекомендация всем вам, вернее так, на путстве, если вы, в принципе, действуете добросовестно, ну, понятно, что просто были вопросы, до этого мы на них ответили, возникла форс-мажорная ситуация, действительно, там, о ней все знают, и все в нее попали, и вы каких-то таких резких движений, лишних действий, каких-то запутанных ходов не делали, а просто вот у вас как бы шло, как шло, вы там где-то, ну, какое-то, ну, там, какое-то, может быть, даже если вы не совсем правильное решение приняли, но оно было обусловлено каким-то вот в моменте развитием ситуации, то никто вас не тронет, то есть никакие сделки не будут оспорить, никто вас к ответственности не привлечет. Если же вы решите пойти в сторону каких-то вот более сложных схем, там, если даже добросовестно, может быть, или недобросовестно, то тогда только с юристами нужно в эти варианты идти и не рисковать, потому что тогда вам действительно нужно будет уже какую-то стратегию выстраивать вокруг вообще всего, что вы делаете. Максим, тебя не слышно. Спасибо. Друзья, всем удачи, хорошего дня. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok